Морской бой. Это сервер в GTA Sam, но не обычный, ведь все действие происходит в сражении с другими людьми на лодках. Корабли, как и самого персонажа, разумеется, можно кастомизировать. Есть и квестовые NPC, которые имеют около 80 вариантов репли. Непосредственно на самом поле боя присутствует многообразие лута, от оружия до различных регуляторов. В зоне боя расположен остров с постройками, которые, внимание, разрушаются. Что может сыграть вам на руку при активных боевых действиях. А для полного погружения в атмосферу у разработчиков в группе ВКонтакте есть авторские заменки, которые вы можете поставить и наслаждаться игровым процессом. Забыл сказать самое главное. На сервере нету доната. Вообще никакого. Поэтому, если интересно, то вся информация в описании. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Здравствуйте, друзья, враги и все прочие люди, которые тут только есть. Сегодня мы с вами обсудим очередную новость. Как бы это ни было странно, потому что, ну типа, вы уже знаете, что я могу обсуждать сразу несколько новостей в одном видеоролике. Вроде как, ну типа, вы посмотрели такие, типа, там, лайки поставили, там, подписаны. Ну, прошлого, да, предыдущий видеоролик, сами понимаете, что там вот он есть. Вы его как бы смотрели. Если не смотрели, то как бы зайдите, посмотрите. А то чё вы, как, я не знаю, кто вы вообще, что вы делаете-то в самом деле. Зайдите, посмотрите, всё правильно сделаете. И как бы не ошибайтесь больше так, как вы вот ошибались когда-то, возможно. Поэтому, вот, или нет, или да. На Блок Раша добавят систему динамических объявлений. Ну, типа, знаете ли, в чём дело? Вот, что такое объявление, я знаю. Что такое система, типа, ну, я тоже примерно вот могу себе представить. Блок Раши, ну, я тоже имею какие-то общие представления насчёт всего этого. Но что такое динамические объявления, ну, то есть, что такое динамическое, я тоже примерно представляю. То есть, изменяющиеся там вот, то есть, не стоящие на месте, не статичные, в общем. А тут, то есть, динамические объявления, что это такое? То есть, они постоянно приходят, или, допустим, тебе пришло одно объявление, ты его открыл, начал редактировать, оно изменилось, типа, там, до этого чел продавал какой-нибудь, там, Mercedes-Benz, AMG, какой там, Гелендваген, почти, ну, Гелик, да, а там оказывается, что он уже, там, ВАЗ-21 продаёт какой-нибудь, там, какие есть ВАЗы, вот эти, вот, все 21, вот это динамическое объявление, или что это такое? Потому что никаких пояснений тут нам не предоставляют и в комментариях, чуваки такие, типа, тоже пишут, типа, блин, а проект действительно процветает, типа, проект то, проект всё, при этом никто не задаётся вопросом вообще о том, что такое динамическое объявление, то есть, есть очень много тайн человечества, которые до сих пор не раскрыты, допустим, кто построил пирамиды в Египте, там, кто там прошлое, вот эти вот все постройки древние сделал, да, построил, кто это всё делал? Есть ещё один вопрос, что такое динамическое объявление, то есть, ну, типа, я думаю, что это всем интересно, что это такое, никто не знает, все сидят, думают, такие динамические объявления, динамика, что-то, получается, в динамике что-то, да, с динамикой связано, или нет, подожди, что-то не особо понятно, что, о чём вообще, что происходит, динамические объявления, ну, динамика и динамика, всё понятно, кого-то, видимо, динамика, я не знаю, вроде того, то есть, а динамические объявления, что это такое? Динамические объявления, давайте я даже, я не знаю, давайте проведем эксперимент какой-нибудь социальный Я введу там, знаете, в каком-нибудь поисковике, там, я не знаю, динамические объявления Вот, давайте посмотрим, что есть, что, динамические объявления Вот в Яндекс Директе есть вот динамические объявления, типа, вроде того, я не знаю Может быть я какой-то просто быдло, да, не знаю, что такое динамические объявления И, допустим, в каком-нибудь, я не знаю, там, Яндексе все это объясняется Так, преимущество автоматическое создание дополняет результат Экономия времени, привычный формат безручного труда Так, узнаете больше чек-лист по настройке динамических объявлений Не особо понятно Динамические объявления помогут упростить работу над рекламными компаниями С большим количеством однотипных объявлений Ну, тоже, знаете ли, не особо понятно То есть, возможно, что весь этот GTA CRMP На всей этой BlackRush, на всех вот этих вот прочих вещах Играют какие-то просто вундеркинды, которые понимают, что такое динамические объявления Потому что мне, ну вот я сижу, я просто думаю, что это такое Динамические объявления, хорошо, а что это? Ну, то есть, объявления, понятно, то есть, они приходят, там их редактируют С ними все вот прочие вещи происходят Динамические объявления, что это такое? С чем это вообще есть? Как это происходит? Типа, вот из Яндекса, может быть, однотипное объявление Там, Яндекс Директ, все прочее А все остальное, вообще, что это? Блин, я вообще ничего не понимаю, блядь Динамические объявления, я настолько стар уже, или что? То есть, почему даже вот дети, казалось бы, школьники, все прочие люди Они понимают, что это такое, а я нет? В чём я хуже школьников? Я не понимаю, вот в данном случае вообще. То есть, в чём я-то хуже? Я ни в чём не хуже, поэтому, типа, ну, очень странно, что происходит нечто подобное. Прям вообще, вы знаете, прям очень плохо, прям очень странно, очень плохо, я не знаю. Если кто-то, возможно, из вас там работает где-нибудь там в контекстной рекламе или там в динамических объявлениях, допустим, да, в том же самом Яндексе, или там вы уже смогли всё это протестировать на Блэк Раш, и вы знаете, что такое динамические, мать его, объявления, то вы, разумеется, можете обо всём этом написать в комментарии. Я такой почитаю, типа, ага, динамические объявления. Объявления, которые вот в динамике. Ну, в целом, да, я вот так и подразумевал, я так и предполагал в целом, то, что это будут вот такие подобные объявления. Типа, ну, динамика же, типа, динамические объявления, там много вот всего этого для всех вот этих вот компаний, для всего вот этого прочего, динамические объявления. Ага, ну всё, всё, нет, всё понятно. То есть, там напишут, типа, в комментариях мне потом, да ты чё, динамические объявления-то, когда их много, и там однотипные они, и вот для компаний, а ты ничего не понимал. То есть, и Life Mobile тот же самый, вот Ромка Злобин, как обычно, пишет динамические объявления, как будто это, знаете, как вот слово, не знаю, арбуз, да. Вот всем, типа, я говорю арбуз, всем же понятно, что это такое, или там какой-нибудь там квинтэссенция, там катарсис, или вроде того. То есть, я вот эти вот слова говорю, всем же это понятно. И Ромка Злобин тоже, так думает, динамические объявления. Вот он всё это сказал, всем сразу стало, блядь, понятно. Типа, я не знаю, возможно, я вот в данной теме динамических объявлений не особо просветлён. Хотя, вы знаете, я же рассказываю новости. Я должен обо всём этом как-то вот знать, как-то более-менее всё это располагать всеми знаниями по поводу вот всех вот этих вот объявлений динамических. Но я не знаю, что это такое. И никто, я могу предположить, что никто не знает, что такое динамические объявления. Потому что, ну, типа, я не знаю. Ну, то есть, может быть, нужно загуглить в Яндексе, что такое динамические объявления. Но они, скорее всего, зная Яндекс, они предложат мне свои какие-нибудь услуги по динамическим объявлениям. Вот, да, директ-справка, отлично, блядь, динамические объявления. Ну, охуительно, блядь, оху... блядь, классно, пиздец. Я не знаю, ладно. В общем, неважно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Спасибо за то, что всё это послушали, весь этот трактат про динамические объявления. Потому что я, в общем-то, под конец всего этого не разобрался, что это такое, что за динамические объявления. Зачем они нужны, зачем они вообще на Black Rush, зачем они для всего вот этого вот, знаете ли, прочего. То есть, Life Mobile и вообще Ромка Злобин предполагает, что мы вот, как обычные люди, мы должны всё это знать. Зачем нужны динамические объявления, кто ими пользуется и вообще, как их ведут на Black Rush. Вот, то есть, мы всё это, как вы понимаете, должны знать. Однако, ладно, я играл на проекте Arizona RoleplayFenix. Там, как вы понимаете, нету динамических объявлений. Но есть мой промокод Notoxic54 и есть мой никнейм DanteConnor. Там есть вот эти вот все прочие вещи. Вы можете туда зайти, там всё это посмотрите. И вообще, там же в описании, в том же под роликом на YouTube, есть ссылочка на мой телеканал. Вы туда тоже можете зайти. И там вы тоже можете ознакомиться со всем, кроме динамических объявлений. Поэтому вот, спасибо большое за просмотр данного видеоролика. Увидимся тут же завтра и я надеюсь, что это всё будет в 20.00. Спасибо, до свидания и, разумеется, пока.